Рынок смартфонов постоянно меняется, поэтому я подобрал для вас 5 лучших смартфонов на сегодня, чтобы вы не прогадали с выбором. На пятом месте LG V10. Огромный смартфон на андроиде с отличными камерами. У него две фронтальные камеры. Одна для селфи, а другая с широким углом обзора 120 градусов. Сзади же камера на 16 мегапикселей. Экран 5,9 дюймов. Также есть небольшой информативный дисплей на 2,1 дюйма. Здесь отображаются уведомления, чтобы не отвлекать вас от основных дел. Помимо этого, здесь расположены ярлыки для быстрого запуска. Телефон оснащен 4 гигабайтами оперативки, а также качественным дисплеем, выдающим сочную картинку. Этот смартфон оставит после себя хорошее впечатление. Следующий iPhone SE. Один из самых дешевых айфонов, которые сейчас можно купить. Лично мне не очень нравится, что это практически точная копия айфона 5. Apple не заморачивались с новым дизайном, они просто впихнули железо поновее в пятерку. Но если вы уже привыкли к iOS, то это самый дешевый способ продолжать пользоваться скачанными приложениями и любимой операционкой. Вообще телефон довольно хорош. Отличный экран, тоже железо, камеры и приложения, что и на айфоне 6s. Также удобный формат, можно взять телефон куда угодно. iPhone SE выглядит очень солидно. Плюс это один из самых топовых телефонов небольшого размера. На третьем месте LG G5. Пожалуй, самый инновационный смартфон за последнее время. Самое интересное, что можно менять съемные модули. Например, поставить высококлассный аудиомодуль с качественным звуком. Или же вставить модуль с мощной камерой для удобной качественной съемки. Даже без дополнительных модулей G5 высококлассный телефон. У него 16-мегапиксельная камера, экран 5,3 дюйма, Android 6, а также съемная батарея на 2800 мА. По-моему, это очень крутой смартфон с огромным потенциалом. На втором месте лучших смартфонов HTC 10. После HTC One M9 они просто не могли не сделать телефон со стильным дизайном, качественной камерой и мощной батареей. Телефон очень хорош для прослушивания музыки. Когда вставляешь наушники в уши, приятно удивляешься детальностью сцены и глубиной звучания. У HTC 10 экран 5,2 дюйма, батарея на 3000 мА, 32 гигабайта памяти в базе, а также проработанная камера. Это один из самых стильных Android фонов с отличной начинкой. Первое место достается Samsung Galaxy S7 Edge. По моему мнению, один из лучших телефонов в истории. Мощнейшая камера, безупречные звуки картинка. Дисплей один из самых лучших на рынке, хотя он и очень нагружает батарею. Телефон хорошо лежит в руке. Дизайн, пожалуй, лучший из всех телефонов от Samsung. Тачскрин очень тщательно проработан. Его удобно использовать. Даже если вы никогда не думали о покупке Galaxy, это невероятный смартфон. Рекомендую хотя бы попробовать его в магазине. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Напишите в комментариях, какой телефон лучший для вас. Увидимся.